Всем привет, ребят, с вами GoBzor.com и сегодня у нас на тестах обновленный игровой ноутбук Acer Predator Helios 300 с графикой RTX 2070 Max-Q, процессором Core i7-9750H Здесь идет матрица IPS с обновлением 144 Гц Также есть версии с процессором i5, видеокартами RTX 2060 и GTX 1660 Ti Все версии находятся в широком доступе в российских магазинах Более подробная информация по ссылке в описании к этому видео Комплект включает документацию и блок питания мощностью 180 Вт Если оценивать внешний вид, то можно отметить некий баланс между рабочим и игровым ноутбуком Дизайн аккуратный и привлекательный Игровую направленность с ним выдают подсветка на клавиатуре и логотипе, а также вырезы на крышке Без Acer Predator Helios 300 примерно 3 кг и еще полкилограмма для блока питания Толщина собрана в состоянии 25 мм, его можно условно назвать портативным Основным материалом выступает пластик, рамки вокруг дисплея широкие По центру верхней расположен объектив веб-камеры Крышка откидывается на 150 градусов Для открытия потребуется небольшое усилие В откинутом состоянии крышка не перевешивает Основание также пластиковое На правой грани выведены HDMI mini displayport USB 3.1 и USB Type-C На противоположный замок – Kensington, гнездо питания, индикаторы, RG45 и 20 скоростных USB и спаренный разъем Как вы видите, набор разъемов хороший, вполне может быть обойтись без использования разветвителей и переходников Установлена полноразмерная клавиатура цифровым блоком Тут используется трехуровневая подсветка, это RGB с возможностью данной настройки Клавиши с коротким входом нажимаются бесшумно Тачпад смещен левее, на движение пальцев проектирует точно Отдельных съемных заглушек на основании не предусмотрено, а для проведения апгрейда потребуется полный съем крышки Это намного сложнее В верхней части – вентиляционная решетка, за которой находится вентилятор системы охлаждения Тут используется связка из высокопроизводительного Intel Core i7-9750H, это семейство кофе-лей И видеокарта NVIDIA RTX 27 Max-Q TDP-процессора составляет 45 Вт Тактовая частота варьируется минимально 2.6, максимально 4.5 Меняется в зависимости от текущей задачи Установленную систему охлаждения при продолжительной нагрузке дает хорошо слышимый гул Видеокарта прогревается до 70 градусов, процессор до 8.4 Крышка заметно прогревается, держать его на коленках в таком режиме работы не представляется возможным Для хранения данных выделен твердотельный накопитель Объем 1 ТБ с высокими скоростями обмена данными Оперативная память объема 24 ГБ стандарта DDR4 Функционирует на частоте 2606 МГц Тайминге 19-1943 Одна из планок объема 16, вторая 8 ГБ Установленная в Acer Predator Helios 300 видеокарта Дает возможность запускать популярные игры с высокими настройками графики Но важно отметить, что в сравнении с RTX 2070, частоты тут уменьшены Предлагаю посмотреть на записи FPS в ряде популярных игр Субтитры создавал DimaTorzok 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 На борту 17,3-дюймовый дисплей, разрешение Full HD, частота 144 Гц, широкий углы обзора, высокий уровень яркости, хорошо настроен сетовой баланс, поддержка фликер-фри Для этой модели доступен ряд программ управления Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Статичный цвет и динамичный эффект Разгон в один клик, обычный, быстрый, экстремальный Управление в скорости вращения вентиляторов на процессоре и видеокарте Подводя итоги, Wacer Predator Helio 300 Хорошо сбалансирован ноутбук С высоким уровнем быстродействия, хорошим набором разъемов, аккуратным внешним видом Экран IPS в 144 Гц, но без минусов не обошлось Отметим широкие рамки вокруг дисплея, хотелось бы меньше Сложности с проведением апгрейда Шумную систему охлаждения Высокие температуры при продолжительной нагрузке С удовольствием обсудим с вами Acer Predator Helios 300 Всем спасибо за внимание и пока-пока